Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Быть или не быть стадиону «Спартак» – публичное слушание за и против нововведений. На железнодорожном вокзале «Анапа» прошел час пассажира. В «Анапу» приехал Григорий Голодков, автор музыки к любимым мультфильмам. За прошедшую неделю межведомственная комиссия 58 раз проверила, как анапчане выполняют требования детского закона 1539. 18 родителей привлекли к административной ответственности. В 10 часов вечера дети должны быть дома или на улице только в сопровождении взрослых. Благодаря детскому закону 1539 из года в год количество преступлений, совершаемых подростками, уменьшается. Видимо, сами дети стали осознавать, что всего один серьезный проступок может пустить перспективы их светлого будущего под откос. Воспитательные беседы взрослых с подростками, ежедневная работа рейдовых групп направлена на то, чтобы снизить преступность в молодежной среде. Ежедневно проходит развод патрульных групп, призванных осуществлять надзор за исполнением детского закона. Сотрудники полиции, представители администрации Анапы, казачество. Именно этих людей каждый вечер можно увидеть на улицах курорта. Контроль дает свои результаты. Родители стали более ответственно относиться к исполнению закона. А дети после 22.00 в общественных местах не появляются. Не знать о краевом законе приезжая молодежь. Рейдовая группа объясняет, на территории Кубани закон один для всех. Подросткам до 18 лет вечером без взрослых находиться нельзя. Так, в ходе проверки были задержаны подростки, приехавшие в Анапу на соревнования. Находились на улице поздно вечером без сопровождения тренера. И вызвали внимание межведомственные группы. С руководителем спортсменов, срочно примчавшимся к администрации, провели беседу. А после передали подростков под расписку. Стадион на стадионе и с коммерческим характером. Ответственный за эксплуатацию стадиона «Спартак» в центре города Александр Музычко представил проект перестройки территории стадиона на публичное слушание. Подробности в сюжете. Первые шесть вопросов объединили в один по теме реконструкции стадиона «Спартак». Целевое назначение прилегающей территории Александр Музычко хочет изменить. Выгодно поставить торговые павильоны и сдавать их в аренду. На вырученные деньги вслуживает стадион. При этом сама площадка стадиона не пострадает, заверил хозяин спортивного комплекса. По этому эскизному проекту предполагалось реконструировать фасадные части по улице Горького, по улице Краснодарской и по улице Гребенской. Первый вице-мэр Светлана Яровая поделилась своим мнением после того, как выслушала каждого. Если вы проявите добрую волю, зачем вам такое время, что вы вынуждены зарабатывать, чтобы содержать? Если вы передадите муниципальному образованию этот стадион, я гарантирую, что мы найдем средства и сделаем из него лучший стадион. Сомневается в целесообразности новых реконструкций Игорь Бурундуковский, в прошлом начальник управления по спорту. Главное, чтобы стадион остался на месте и не уменьшился со временем по краям. Я считаю, что это не имеет места быть до тех пор, пока не будет серьезных гарантий, что именно на этой точке будет в дальнейшем развитие спортивного массового движения в городе. А если мы опять хороним то, что даже имеем, на то, чтобы развивать еще дополнительные питейно-развлекательные точки, то меня, как профессионала, это удручает. Соусписы мероприятий, которые проходят на стадионе, в том числе там постоянно бесплатно. Еженедельно там проходят зачеты УВД. Ежедневно там тренируется субсейская школа по футболу. Три или четыре группы. Ежедневно там проводятся соревнования. Просто люди приходят и бегают по дорожкам, и там подтягиваются и так далее. Современный тренажерный зал был открыт на стадионе. Большинство слушателей возмутились соседству цирка. На стадионе не спортивный дух. Из-за содержания хищников, оказывается, деньги пахнут. Средства от сдачи участка земли в аренду цирку направляют на благоустройство стадиона. Но это не мешает заниматься тому, кто настроен на спортивный результат. Хозяин стадиона никогда не отказывал детям в тренировках и сохранил лучшие традиции советского спорта, что удалось сохранить. Прекрасное поле. Один из лучших полей – край. Кого там не пускают? Кто говорит, что он их не пускает? Легкафики с утра до вечера там бегают. Моя школа там бегает, занимается. Против изменений на стадионе и вокруг него главный архитектор города Игорь Коломиченко. На словах план идеальный, но не учтены правила вывоза ТБО, санитарные требования, нет места для парковки и подвоза товаров в будущие магазины. Итог публичных слушаний после выступления всех заинтересованных в спорте. Голосов за – нет. Трое воздержались, остальные – против изменений. Стадион должен остаться стадионом и не становиться очередным торговым центром. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Час пассажира. Под таким названием прошла социально-профилактическая акция на железнодорожном вокзале Анапы. Сотрудники транспортной полиции вокзала встретились с пассажирами, чтобы ответить на вопросы жителей и гостей курорта. Как обеспечить безопасность себе и сохранить багаж во время поездок, расскажет наш корреспондент Алина Гумерова. В течение часа пассажиры Анапского железнодорожного вокзала могли получить ответы на интересующие вопросы, обратиться с жалобами или предложениями. Те, кто лично не решили задать вопрос руководству транспортной полиции Анапы, оставили письменные обращения в ящике безопасности. Волонтеры раздали пассажирам листовки с напоминаниями о правилах личной и имущественной безопасности. Статус федерального детского курорта обязывает постоянно повышать уровень безопасности. Поэтому с каждым годом железнодорожный вокзал Анапа преображается не только внешне, но и с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. Ежедневно сотрудники транспортной полиции и кинолог с собакой несут здесь службу. Три года подряд проводится эта акция. В этом году мы можем с гордостью сказать, что у нас открылся новый комплекс, досмотровый павильон. Это огромный плюс. Есть, конечно, у нас недовольные пассажиры, которые не нравятся сам порядок досмотра. Но это их безопасность. Основная цель акции – установить двусторонний диалог между гражданами и транспортной полицией, проинформировать пассажиров о возможности напрямую обратиться к руководителям с вопросами и предложениями. Пассажиры отмечают хороший уровень обеспечения безопасности на железнодорожном вокзале. Узнал, насколько у нас защищен город. И все это видно наглядно, что у нас усилена охрана. И пусть люди едут, не боятся. В любом случае, отдых будет прекрасен. На достигнутом уровне безопасности пассажиров руководство железнодорожного вокзала Анапа и транспортная полиция останавливаться не собираются. Ведь безопасность людей – самая главная задача. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа. Регион. Продолжаем выпуск новостями культуры. В Анапе уже в четвертый раз проходит международный творческий конкурс «Музыка моря». На фестивале побывала наш корреспондент Алина Гумерова. Фестиваль проводит Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего» в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуальный творческий потенциал России». В нем участвуют одаренные дети со всей России и ближнего зарубежья – поэты, писатели, солисты, музыканты, певцы и танцоры. В программе конкурсные выступления юных талантов – танцевальные и интеллектуально-творческие марафоны. Фестиваль этот, наш конкурс, он не очень большой, но он очень образованный. Это будущие наши доктора наук, кандидаты наук сегодня здесь. Это элита образования будет и науки, потому что потрясающие, конечно, работы у них. Фестиваль «Музыка моря» – праздник эстрадной, народной и национальной культуры. Фейерверк, разнообразие цветов и фасонов костюмов, микс радости и новых знакомств, а самое главное – духовное обогащение и обретение новых культурных ценностей. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» дарит своим клиентам окна. Подробнее об условиях акции расскажем прямо сейчас. Купить одно окно и получить второе в подарок – такое возможно только в федеральной сети оконных компаний «Экопласт». С 1 июля здесь началась новая, горячая акция. Профиль производства Германии и шесть камер обеспечивают низкую теплопроводимость, сохраняя комфортную температуру в доме зимой и летом. Эффект теплосбережения усиливает тройной стеклопакет и три контура уплотнения. Такая разработка профиля повышает герметичность конструкции. Акция стартовала 1 июля. Поспешите записаться на бесплатный замер и воспользоваться выгодным предложением до 15 июля. Записаться можно по телефону 901-27 или в офисе компании по адресу улица Лермонтова, 116 В. 30 июня в воскресенье на стадионе «Спартак» прошел отборочный матч на Кубок губернатора. Анапчане встретились со сборной Абинского района. Исход встречи 5-2 в пользу анапчан. Футбольный матч на Кубок губернатора Краснодарского края между командой Анапы и сборной Абинского района начался очень живо. Это девятая игра «Напчан». До этого спортсмены соревновались с командами Сочи, Туапсе, Крымско-Новороссийско. Открыли счет в матче хозяева поля, которые сразу нанесли мощнейший удар. Через 20 минут счет уже был 2-0. Забив активно два гола подряд, анапчане и дальше продолжали остро атаковать. Игра полностью шла в довольно высоком темпе при преимуществе команды Анапы. Четыре зоны. По две команды выходят с каждой зоны. Затем эти восемь команд будут разыгрывать в финале Кубок губернаторов. Если они выйдут в финал, то задача, которая поставлена городом, комитетом, федерацией, будет выполнена. Старания хозяев поля увенчались успехом. Игра закончилась со счетом 5-2 в пользу анапчан. На сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погода на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваше желание. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 2 июля, в Анапе местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в дневные часы плюс 22-24, ночью до 21 градуса по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 24 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Продолжение следует...